Одно из направлений работы спасателей помогает тем, кто не представляет свою жизнь без подлёдной рыбалки. К сожалению, тихая охота часто заканчивается бедой тогда, когда не соблюдаются меры безопасности. Как это бывает на самом деле, во время учения показали специалисты МЧС России. Толщина льда на реке неоднородна. Местами наблюдаются многочисленные промоины. Чтобы оказаться в студённой воде, достаточно одного неверного движения. На спасение утопающего есть не более 10 минут. Промедление чревато переохлаждение. Чтобы быстро добраться к месту условного ЧП, сотрудники экстренной службы используют специальное судно-амфибию Аэросани. В считанные минуты вызвали в пострадавшего из промоины, спасатели передают его в руки медиков. Следом к работе приступает бригада, в задаче которой входит подъём со дна погибших из затопленной техники. Действия водолазов и механизмов контролируются при помощи подводной камеры. Для разведки зоны бедствия с воздуха задействуется беспилотный летательный аппарат. Как отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России Почуваший Герман Майков, целью учений стала отработка совместных действий аварийно-спасательных формирований. Боевое слаживание прошли сотрудники МЧС России, работники поисково-спасательной службы, медики и специалисты спасательного отряда города Чебоксары. Без проведения тренировочных работ провести эту работу очень сложно в реальных условиях. Реалии сегодня вы посмотрели. Если машина уходит под лёд, то действительно спасательная служба должна быть слажена, отработана, все структуры друг за другом. Первое, если есть возможность спасать живых, то наша водолазная группа приезжает, спасает живых, а потом нашим вторым этапом мы уже достаем те машины, которые остаются под льдом. Тренировочные работы, которые мы проводим постоянно, она даёт нам держать на боевой службе готовности номер один поисково-спасательной службы.